Итак, мы с вами продолжаем тему про вампиров. Она вас затронула, я почитал ваши отзывы, понял, что не все так просто, не все понимают, что это такое. Но я еще решил, так сказать, более капитально. И вот мы с вами обратились, о чем пишут, о чем пишут. Что такое вампиризм? Значит, под термином энергетический вампиризм подразумевается энергетическое воздействие на человека и животного, определенная психическая сила, ведущая к нарушению ее функции. Вот тут несколько неправильно сказано. Давайте следующее почитаем. Смотрите, энергетический вампиризм – это паразитическая связь, в которой один человек, либо существу, подпитывается жизненной силой и энергией другого человека. Вот это вот более верное слово. Значит, люди, которые питаются жизненной силой другого человека и высасывают чужую энергию, часто называются, в общем принятом понятии, люди энергетическими вампирами. То есть, есть такие, говорят, вечно голодные люди, которые воруют еду, а есть люди, ворующие жизненную энергию. И, наконец-таки, то вообще подразумевается под словом вампир, чтобы нам стало понятно, почему это не вор жизненной энергии, а вот именно вот такое слово существует – вампир. Значит, вампир называется или упырь, или вурдалаг, в низшей мифологии народов Европы. Вот это очень важно понимать. Полумертвец, либо мертвец, ведущий ночной образ жизни. Вот это уже более как-то ясно. То есть, существо, у которого меньше энергии, жизненной энергии, нежели чем у самого, у живого человека, и он пытается заполучить эту энергию путем воздействия на другого человека. То есть, как-то с ним привязаться. И вот, смотрите, теперь мы с вами… Давайте пройдемся по вашим комментариям и поймем, это то или не то. Итак, Stone M. Я очень слаба, как выжитый лимон, после ухода из жизни мамы. Это вампирическая связь или не вампирическая связь? Я считаю, что эта связь не вампирическая, но тем не менее, тем не менее, что здесь произошло? Здесь произошло, что человек, ухаживая за своим близким, он пытается его вытащить с возможными средствами, в том числе вот постоянно присутствуя с человеком, у которого понижен энергетический потенциал, он невольно отдает его ему. И в зависимости от сроков, которые проводит человек рядом вот с таким вот, ну, умирающим человеком, получается, что он отдал ту или иную часть своей жизненной энергии. Из-за этого он и ослабел. Но это неосознанная вампирская связь, которая осуществляется с целью того, чтобы забирать энергию. Это другое. Это добровольная отдача своей энергии на то, чтобы поддержать своего близкого родственника. Это одно. А вот комментарий Ирины Ивановой. У меня годами при разборках с выпивающим родственником шла потеря энергии. А когда в момент наезда начало мыть пол, стоя на коленях, и говорить про себя, Господи, помоги ему, сейчас плохо, то появляется энтузиазм и становится весело. А родственник как бы сдувается. А вот тут несколько иное. Это также нельзя назвать вампиризмом, в чистом смысле слова. Хотя тут есть такое. Значит, смотрите. С выпивающим родственником. Когда человек выпитый, как правило, у него идет подселение. Подселение сущности. И вот он начинает наезжать и так далее, так далее. Для того, чтобы этот человек вспыхнул, на который он наезжает. Выделил энергии побольше, нежели он в спокойном состоянии выделяет. И он, как бы сказать, подпитался этим. И вот правильно, правильный поступок и своеобразная защита. Просто отвлечься от этого и, ну, любым другим способом. И про себя действительно сказать, помоги ему, сейчас плохо. Это как раз способствует тому, что обрывает вот эту вот связь. То есть вы на него не реагируете, а родственник как бы сдувается. То есть не образуется вот этой связи. И та сущность, которая действует через вот такого пьяного родственника, она не может к вам пробиться. Она понимает, что вы действительно защищены. И поэтому тут ей делать нечего. Надо куда-то втекать. Лида оставила комментарий. У меня сидячая работа и уход за лежачей мамой. Здесь человек просто-напросто во время ухода он старается поддержать своего близкого. То есть если и тратится энергетика, то она тратится осознанно. Здесь все понятно. Вампиризма никакого нет. Катя день назад оставила такой комментарий. Меняя образ жизни и духовное развитие, я получаю такую энергетику, что окружающий мир не мешает мне жить. А вампиры всегда появляются там, где слабые люди. Я считаю, что это верное замечание. Можно иметь сильную, мощную энергетику. Причем правильную установку в жизни. Правильное мировоззрение. Вот тогда появляется такая энергетика, которая делает вас неуязвимыми. Для разного рода там вампиров и прочее, прочее, прочее. А там, где вы такие размытые, энергетически податливые, склонные на разного рода авантюры и заманухи, вот там-то как раз вас и ловят на вот эти все крючочки, на ваши желания. Чем больше желания у человека, тем легче прикрепиться через это желание к человеку и подсасывать его жизненную энергию. Это очень интересное такое наблюдение. Виктор Кузнецов сделал такое замечание. Как объяснить прилив энергии после посещения умерших родственников на кладбище? А это говорит о том, что вы их помянули. Родственникам надо поминать в соответствующие дни, в соответствующие там обстановки. Тогда вы получаете, я так считаю, энергетику рода. Мы же не просто так, знаете, безродные люди. У нас есть свой род, у нас есть свой народ. И в зависимости от того, насколько вот эта вот у нас связь имеется, то мы можем воспользоваться и энергетикой рода, и энергетикой народа, и энергетикой всего человечества. Но для этого надо понимать, как это сделать и правильно взаимодействовать. А вот важный комментарий совершенно другого рода, который относится к вампиризму. Это Ирина. Она пишет, у меня мама со слабоумием. Три с половиной года лежит у меня. Я с ней лежу в больницах, вытаскиваю из того света. Сейчас она лежачая, уже семь месяцев, все делает под себя. Несколько раз в день меня, значит, ну, ухаживаю за ней, кормлю, мою. С утра захожу к ней, все, что надо для нее, делаю. А она в это время кроет меня матом, чего никогда в жизни раньше не было, как будто это совсем другой человек. И говорит мне, чтоб ты сдохла. И как она меня ненавидит. Выхожу от нее, и уже с утра нет сил больше. А ведь надо еще о семье позаботиться, и так далее, и так далее. Что я написал? Она спрашивает, нельзя ли с этой работы уволиться? Значит, я вам должен сказать, у мамы слабоумие, деменция. То есть, когда человек впадает в слабоумие, а именно, что здесь происходит? Человек вообще защищен, вот это вот, как бы сказать, материальная основа, физическое тело, оно защищено сознанием. Если сознание покидает тело, ну, бывают разные случаи, а тем более, что здесь написано слабоумие, но в то же время, в то же время, значит, ухаживаешь за человеком, и этот человек, мама, к тебя относился, ну, естественно, как мать к дочери. А здесь совершенно иное. Кроет матом и говорит, чтоб ты там умерла, и так далее. Это говорит о том, что это уже, к сожалению, не ваша мама. Здесь произошло замещение каким-то полевым паразитам. Он просто-напросто вытеснил сознание вашей мамы. Теперь, используя вот эту вот связь, что вы, вернее, эту связь, что он ваша мама, он через вот такие вот действия высасывает из вас энергию, он вас ненавидит. То есть это уже совершенно другое существо под видом мамы. И сил нету больше. Всё, он вас обсосал. То есть с этим надо заканчивать. Тут действительно надо правильно, осознанно понять, мама это или не мама. Или то, что уже осталось от мамы совершенно с другим содержанием, через которое просто-напросто вас разрушает. Надо очень понимать, что полевые паразиты, тем более, когда такое происходит, что вообще меняется личность человека, это происходит часто в тех случаях, когда у человека на какое-то время исчезает сознание. Как только оно исчезло по той или иной причине, вот такого подселения, тут как тут. И, знаете, проверить всё это можно тем, что вы про себя, вот подходя к ней, к этому человеку, вы про себя, начинаете читать молитву. Та сущность, которая в ней сидит, сразу же это почувствует, и она себя раскроет вот таким злослоем и так далее. Значит, это не мама, и просто-напросто. Я не хочу сказать, что этого человека надо бросить, но просто-напросто надо посидеть над ним и почитать молитвы, чтобы вот эта вот сущность ушла. Значит, там, окропить святой водой, надеть там крест, зажечь вот эти вот благовония, для того, чтобы вот эта вот сущность ушла. Это непросто сделать, но это можно сделать, и важно понимать, кто перед вами. Елена пишет комментарий, когда народу в офисе, как в селёдке в бочке, люди устают не от работы, а от негатива окружающих. Но как-то раньше другая обстановка была, когда я начал работать 18 лет назад. В кабинете было 11 человек, но какая была обстановка? Мы так всегда смеялись, что прибегали на нас, шикали. Смех стоял на весь штаб. Это был далёкий 1986 год. Счастливое время. Атмосфера поддержки и уважения всех и всем. Вот когда такая атмосфера есть, это совсем другое. Коллектив начинает вас поддерживать. Вы идёте на работу, как на праздник. Собрались действительно единомышленники, собрались люди примерно с одинаковой энергетикой, весёлые, независимые, некорыстливые. Вот в таком коллективе хорошо. Вот это как раз здоровый коллектив. Это совершенно другое. Другой феномен поддержки людей, взаимной поддержки. А там идея, где нет, там конкуренция, зависть. И всё такое. Правильно, правильно, правильно. Елена сказала. Значит, стремитесь вот к таким людям, в такие коллективы, где вот стоит вот такой вот дух. И избегайте всего такого, что вот вас, наоборот, разрушает, высасывает вас энергетически. Очень правильно его замечания сделали. И я вот поэтому и как раз решил на них остановиться особо, чтобы вам показать. Наталья Боровик, комментарий, заметил раньше, когда стоял в очереди, сильно уставал, больше, чем целый день работы на воздухе. В очереди разные люди стоят, при этом у них мысль, как бы быстрее пролезть. И вот это всё начинается. Различная энергетика, различные мысли, мысли, как правило, конкурирующие. И всё это быстренько растаскивает человека. Светлана пишет. Часто чувствую потерю энергии при общении с пожилыми, близкими, родственниками. Это не столько вампиризм, как я говорил, это просто существует такой закон природы. У кого меньше энергии, тот берёт её у того, у кого больше. Это невольно происходит, неосознанно происходит. То есть, это такой неосознанный отбор энергии. Это нецеленаправленный вампиризм, когда другое живое существо целенаправленно живёт за счёт того, что ищет и прикрепляется к донорам, с которых забирает энергию. Близкие родственники, пожилые, ну, дедушка, бабушка, вон, энергетики нету, и они, так сказать, подпитываются при общении с лучатами особенно. При этом особенно, когда выходит на эмоции. А что такое эмоции? Эмоции – это волнение, то есть, это энергетический всплеск у вас. Энергетический всплеск, который даёт больше энергии, и, естественно, его отбирают в большем количестве, нежели когда вы просто-напросто себя ведёте нормально. А вот когда сможешь держать себя безразлично, то энергия не уходит. Вот это как раз и, можно так сказать, в какой-то степени, я бы не сказал, что защита, но осознанная мера по предупреждению чрезмерной утечки энергии на ваших близких родственников. Да, интересное дополнение. При работе с народом порой люди приходят специально поругаться и сбросят плохую энергию. Есть такое, несомненно. Но старайтесь при этом адекватно реагировать на такого человека, который желает поругаться, отнестись к нему, знаете, доброжелательно, так, чтобы он понял, что вы понимаете его, что вот он вроде как хочет какие-то свои права покачать, поругаться там. Ну, а вы тут при чём? Чтобы он так примерно понял. Или, по крайней мере, люди всегда чувствуют. А когда работаешь с условием, что клиент всегда прав, тяжко. И также здесь работа с клиентом, да, он прав и так далее, а вы вот работаете согласно инструкциям, которые у вас есть. Согласно этой инструкции, вот это сделали, вот это сделали, вот это сделали. и в конце концов вы просто-напросто в какой-то компании, вы винтик, с которого, ну что взять, я что могла, то я сделала для своего клиента. А больше я, к сожалению, не могу. По разу не могу, что там это, тяжко. Но это, правда, надо в этом деле позаниматься, потренироваться, тогда это что-то будет получаться. А так, конечно, это пока эти слова. Еще одно замечание от Фишка. Мы работали в так называемом open space, одно большое помещение и 40 человек народу. Все, знаете, если одно большое помещение и вы все сгруднены в нем, вот тесные там помещения, там небольшие перегородки, вы все вот так вот, 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 то у вас уже, хотите вы, или не хотите, образуется общая энергетика. У кого она большая, тот отдает, у кого она меньше. То есть она сравнивается. И, естественно, люди, у кого она побольше, кто помоложе, чувствуют себя довольно-таки плохо. Чувствуют, что их обсосали, они устают. А, например, пожилые люди, они даже могут осознанно в таких местах работать и идут на работу, как на праздник, чтобы поиметь от вас вот эту вот молодую энергетику. Вопрос Давида Петрова, вампиризм возрастает на голоде? Значит, смотрите, опять-таки, на голоде человек использует любую свободную энергию. Если с ним сел рядом молодой здоровый человек, он его просто-напросто неосознанно, опять-таки, я говорю, это просто закон такой природы. Он его неосознанно обсосет. То есть их энергетика сравняется. И при общении с молодым, здоровым организмом, человеком, голодающий, естественно, будет чувствовать себя гораздо лучше. А человек, который побыл с голодающим какое-то время, минут 20-30, он почувствует, что так как-то он им попользовались. Так что такой есть феномен. Поэтому во время голода вы слишком долго не общаетесь с голодающим, дабы невольно, чтобы вы его не подпитывали. Рома Фомин оставил замечательный комментарий. Значит, у меня совсем другой опыт нахождения в толпе. Я в прошлом ярый фанат американской певицы Мадонны. Был у нее в лужниках на концерте. Значит, сколько мы стояли и так далее. Народу море положительных эмоций и восторга. Вокруг такие же, как я, ощущение было, что я в своей стае, и она дает мне силы. Приехал домой к трем ночи, усталости ноль. И мама сказала, что таким довольным и счастливым она меня никогда не видела. Это подпитка положительными эмоциями. И когда есть люди, которые могут генерировать положительные эмоции, например, как певица Мадонна, и эту генерацию воспринимает стадион людей, ее фанатов, собравшихся, вот именно единомышленники, вот так далее, получается вот это вот энергетический всплеск огромной силы, который одаривает всех, и особенно, знаете, я заметил вот и саму певицу, вот той энергии, такой энергетикой мощнейший, который, знаете, заставляет, как действительно, типа наркотика, вот опять повидеться на публике, опять увидеть вот этот восторженный зал, почувствовать вот эту энергетику, подпитаться, и в то же время она отдает и себя окружающим людям, которые, это очень интересный феномен, это совершенно другое, это эффект обратный вампиризму, когда толпа зажигается, и вот эти вот эмоции, эмоции, понимаете, вот смотрите, мы пришли на концерт в ожидании, ну, чуда, да, у нас энергетика, допустим, 100%, и вот начинаются, ты слушаешь любимые песни, видишь любимого там певца, певицу, и вот это вот, ты этого ожидал, твоя энергетика делается гораздо больше, всплеск, эмоциональный всплеск, и смотрите, такой всплеск у одного, у другого, и у всех единомышленников, сколько там пришло, допустим, там, 10 тысяч, там, 100 тысяч на концерт, и получается, настолько человека вот это вот все переполняет энергетически, естественно, никакой усталости не будет, и получается колоссальное довольство и переживание вот этого вот эффекта, как счастье, молодец, Рома, так держать. Давид Петрова оставил комментарий, бывают особые вампиры, которые даже сами молодые, а энергии вытягивают еще больше, а вот это уже целенаправленный вампиризм, о чем я говорил в самом начале, то есть, когда человек целенаправленно умеет и знает, как это сделать, это довольно-таки редкие люди, но тем не менее, они есть. Ну что, вот и закончился наш проход по комментариям о вампиризме, вольных и невольных жертвах. Здесь мы с вами рассмотрели более шире эту проблему, тем более на ваших примерах, многие все это дело прочувствовали, я думаю, этот видосик еще более лучше, нежели тот, который я выдал в начале. Мое обращение к посетителям канала. Поддержите канал, поставьте лайку, дайте какой-нибудь отзыв, это простые вещи, я не прошу вас денег, поддержите меня вот таким вот образом, это канал не для того, чтобы вас развлекать, а для того, чтобы вам помогать.